Алексей Макеев, Николай Иванович Леонов. Долларовый эквивалент. Полковник Гуров. Анотация. Непредсказуема работа опера. Лев Гуров идет по следу. Причем в самом прямом смысле этого слова. Полковник преследует уходящего лесом бандита. А все начиналось с перестрелки на борту прогулочного катера «Викинг», принадлежащего банкиру Бардину. В итоге катер затонул, а дочь банкира, веселившуюся в компании друзей на «Викинге», похитили. Соответственно, был назначен и долларовый эквивалент за легкомысленную девицу. Банкир решил вызволить дочь своими силами, но лишь схлопотал пулю и сильно осложнил оперативную ситуацию. Бандиты, как говорится, бросились в рассыпную. И теперь полковник Кричко работает в каменных джунглях, а Гуров бежит по ночному лесу, гадая, из-за какого дерева хлестнет автоматная очередь. Глава первая. — Вы просто не представляете себе, что это было! — патетически воскликнул человек, сидевший по-другую от полковника Гурова в сторону казенного стола. — Настоящий ад! Кошмар! Только подумайте! Тихий вечер, нарядно одетые люди, белый пароход и ивы шепчут над водой, и вдруг этот чудовищный взрыв, пламя, треск выстрелов! На длинном худом лице человека появилось преувеличенно трагическое выражение, а глаза едва не выскочили из орбит. — А вы, случайно, не поэт, Викентий Демьяныч? — перебивая плавную речь, добродушно спросил полковник Кричко, который все это время прохаживался по кабинету, с любопытством поглядывая на рассказчика. — Конечно, нет! — оборачиваясь с досадой, сказал тот. — Я распорядитель на прогулочном судне, Кривошеев Викентий Демьяныч. — Вот, в повестке все написано. Вы сами вызвали меня на допрос, а теперь смеетесь? А что я сказал смешного? — Абсолютно ничего смешного, Викентий Демьяныч. Вы не сказали. — успокоил его полковник Гуров, бросая укоризненный взгляд на своего коллегу. — Полковник Кричко просто отдает дань вашему искусству рассказчика. Очень живо получается, как будто своими глазами смотришь. Продолжайте, пожалуйста. Кривошеев быстро заморгал глазами, нервно пригладил зачесанные назад светлые волосы и с обидой покосился на Кричко. — На моей работе без искусства нельзя, — заметил он с достоинством. — Я, как раньше, массовик-затейник в санатории. Только еще хуже. Потому что сейчас два притопа, три прихлопа — это не пройдет. Нынче в моде все экстремальное, чтобы адреналин в крови. Молодежь сегодня искушенная. Я вам даже больше скажу. С закидонами молодежь — болезнь двадцать первого века. — Что вы имеете в виду? — заинтересовался полковник Гуров. Кривошеев махнул рукой. Кисть у него была узкая, с выхоленными ногтями. — Вы и сами прекрасно знаете, — сказал он. — Что у них на уме? Пробиться в жизни? Да ничего подобного. За них уже родители пробились. Вот исходят с ума от безделья. Тут и наркотики, и секс, и кое-что похуже. — Ну, наверное, не у всех же родители пробились, — заметил Гуров. — Кому-то и самому приходится. — Не исключаю, — кивнул Кривошеев. — Но таких среди моих клиентов мало. Золотая молодежь — одно слово. — Вообще-то два, — не удержался полковник Кричко. — Что два? — не понял Кривошеев. — Слово, говорю, два, — разъяснил Кричко. — Золотая молодежь. Два слова получается. — Но вы сказали секс, наркотики и кое-чего похуже. А чего уж хуже? Кривошеев покачал головой. — Всякие бывают случаи, — сдержанно ответил он. — Вот, например, месяца четыре назад сын одного уважаемого человека совершил, как говорится, противоправное деяние, двойное убийство, и суд не нашел смягчающих вину обстоятельств, и даже большие деньги не помогли. А на прошлом месяце сын другого уважаемого человека совершил на папином Мерседесе наезд, каковой закончился гибелью целой семьи. Вы не хуже меня это знаете. А слухи насчет того, что сын самого, ну вы понимаете, о ком я, замешан в торговле героином. — Минуточку, — сказал Гуров. — Пока мы окончательно не заговорили о слухах, давайте попробуем сосредоточиться на том деле. — Из-за которого мы, собственно, тут собрались. Люди мы все занятые, так что не будем терять времени. — Вы начали рассказывать о том, что произошло в минувший вторник на речном пароходе, который вы обслуживали. — Вот, давайте об этом поговорим. По возможности, поподробнее. — Извините, — сказал Кривошеев. — Отвлекся. Со мной это бывает. — Я увлекающийся человек, хотя по моей внешности этого не скажешь. Из-за того и страдаю. Ваш покорный слуга теперь безработный. И это еще цветочки. Пока Бардин меня только уволил. Но кто знает, что ему стукнет в голову завтра, ведь его чада до сих пор не нашлось. Я-то, конечно, не виноват, но у господина Бардина может быть на этот счет другое мнение. — Про мнение господина Бардина мы тоже послушаем. — поторопил его Гуров. — Но давайте по порядку. — А по порядку? В понедельник вызвал меня Лагутин, заместитель Бардина по всяким там презентациям, пикникам и прочему. И поставил в известность, что на завтра планируется речная прогулка на теплоходе. Я думал, кого-то из деловых людей встречают. А оказалось, что эта дочка господина Бардина, Лариса, на воде оттянуться захотела. У кого-то из ее компании день рождения. Вот она и решила подарок сделать. — То есть господин Бардин нанял теплоход для своей дочери и ее друзей? — уточнил Гуров. — Да, как сказать, нанял. — пожал плечами Кривошеев. Теплоход, между прочим, тоже ему принадлежит. Обыкновенный Ом. Только кое-что переделали. Ну, понятное дело, внутренняя обшивка из дорогих пород дерева, бар современный, комнаты отдыха. Наверху просторный салон. Можно столы поставить, а можно дискотеку устроить с иллюминацией. Молодежь ее и устроила. Изначально рассчитывали на узкий круг, человек тридцать-сорок. Она билась не меньше семидесяти. Дым коромыслом. Из-за этого, я считаю, и нападение прокараулили. — А вы ждали нападения? — спросил Гуров. Кривошеев испугался. — Упаси бог! — воскликнул он. — Что вы такое говорите? — Я, наверное, неправильно выразился. В смысле, если бы музыка играла потише и кричали поменьше, так можно было бы заметить за бортом что-нибудь подозрительное. — Но вы ничего не заметили. — Абсолютно, — подтвердил Кривошеев. — Только когда рядом заревел мотор катера, я удивился. Все-таки вечер. На реке почти никого не было, и вдруг катер. Я даже подумал, что какие-то пьяные гуляки возвращаются домой. Возникли опасения, что могут врезаться нам в борт. Они шли без огней, и мы не видели их до последней минуты. — А что случилось в последнюю минуту? — Да вот то и случилось! — трагически сказал Кривошеев. Они сбавили обороты, и вдруг как грохнет! Наше судно буквально ходуном заходило, а вскоре и вообще стало крениться на бок. Сначала никто ничего не понял, а потом сразу началась паника. Представьте себе полсотни ничего не соображающих перепуганных идиотов. Они все метнулись на тот борт, где была пробоина. Просто чудо, что мы не перевернулись! Капитан и команда тщательно пытались их образумить. Крики, виск, выпученные глаза! — А вы? Что в этот момент делали вы? — спросил Гуров. — Я тоже испугался! — признался Кривошеев. — Но не потерял головы. Я попытался найти Ларису. До остальных мне не было дела. А за дочку Бардин душу вытрясет! — Вы что же, лично отвечали за ее безопасность? — Не то, чтобы лично, — ответил Кривошеев с досадой. — Строго говоря, при девчонке постоянно находятся охранники. Они даже в сортир за ней ходят. Бардин этот вопрос решил для себя раз и навсегда. Ничьи возражения даже самой Ларисы не принимались. Но и я в какой-то степени тоже за нее отвечал. И капитан, поскольку она находилась на судне. Во всяком случае, Бардин смотрит на дело именно таким образом. Думаете, почему меня уволили? — Мы вам сочувствуем, — сказал Гуров. Но господина Бардина тоже можно понять. Ведь его дочь пропала. Возможно, погибла. В такой ситуации люди часто поступают жестоко. — Я не жалуюсь, — сказал Кривошеев. — Могло быть хуже. Бардин до сих пор не верит, что Лариса погибла. В противном случае мне не поздоровилось бы. — Хорошо. Что же было дальше? — спросил Гуров, решив не углубляться в отношения современного работодателя и наемного работника. В конце концов, трудовые споры не входили в компетенцию старшего оперуполномоченного по особо важным делам. А дальше вообще было что-то жуткое. Передернувшись, ответил Кривошеев. Эти мерзавцы подошли к нам, борт к борту, и взяли нас на абортаж, как самые настоящие пираты. Они забросили на поручни кошки и поднялись на палубу, принялись палить из своих автоматов. Знаете, такие коротенькие, похожие на игрушку. Но грохот стоял неимоверный. А тут еще плюс женский виск, крики. Все попадали на палубу. Некоторые, обезумев, начали прыгать в воду. Одним словом, настоящий ад. — Понимаю, — сказал Гуров. — Ну а дальше? Кривошеев слегка покраснел. — Дальше вы знаете, — сказал он. Когда все кончилось, кто-то вызвал по мобильному телефону милицию. Не сразу, потому что не ладилось со связью. А рацию на судне бандиты попросту расстреляли. — Как и капитана. Это вы тоже знаете. — Да, это мы знаем, — подтвердил Гуров. — Но чем занимались бандиты на судне, вы видели? — Откровенно говоря, нет. — С усилием ответил Кривошеев. — Я успел скрыться в одном из туалетов и запереться там. — Считаю, что только это и спасло мне жизнь. — А вы считаете, что я должен был как герой бегать под пулями? — Ну что вы, — невозмутимо сказал Гуров. — Нам просто хочется уточнить все детали. — Значит, что произошло в тот момент с Ларисой Бардиной, вы не видели? — Не видел. — Хмуро сказал Кривошеев. — Ни с Ларисой, ни с кем-либо еще. — Бывают такие минуты, когда приходится прежде всего заботиться о себе, и вы не можете меня за это осуждать. — Упаси бог, — вступил в разговор полковник Кричко. — У нас и в мыслях не было. Как говорится, против лома нет приема. — И долго вы отсиживались? — Не знаю. Может быть, десять минут, может, пятнадцать. — С раздражением сказал Кривошеев. В то время никто не смотрел на часы. Но, по моим ощущениям, все это продолжалось совсем недолго, хотя и говорят, что неприятности имеют свойство растягиваться. Эти чертовы пираты не стали обыскивать судно. Не прельстились даже выбором напитков. А там было все по первому разряду. Обобрали людей, находившихся на палубе, а потом смылись. Я услышал, что трещат лодочные моторы, и вышел наверх. — Моторы? — переспросил Гуров. — Вначале вы сказали, что был один катер. — А черт его знает, сколько их было на самом деле! — в сердцах ответил Кривошеев. — Темно же было! Может быть, второй подоспел позже, а может, их сразу было два. Просто никто не обратил внимания. Да и потом не до них было. Тут убитые, ранены, кто-то в воде едва не утонул. Да и вообще, такой бедлам был. Сами понимаете, эта публика и в нормальном-то состоянии неуправляема. А тут... — Неуправляема? Кривошеев махнул рукой. — Мы ходили по реке с обеда, — сказал он. — К вечеру многие уже так набрались, что мама сказать не могли. Тортами кидались, перетрахались все как кролики, извините за выражение. — Так уж и все? — недоверчиво спросил Кричко. — Из молодежи многие. Хмуро подтвердил Кривошеев. — Вообще стыд потеряли. Для того и судно просили, чтобы оттянуться на всю катушку. Вроде не на глазах, значит, все можно. Я предпочитаю, когда господин Бардин сам на теплоходе отдыхает. Он себе таких вольностей не позволяет. Человек серьезный. Дочку вот совсем из рук выпустил. — Кстати, нашли ее тело или нет еще? — А почему вы так уверены, что дочь Бардина погибла? — спросил Гуров. — Я не уверен, — возразил Кривошеев. — Но все к тому идет. Один ее охранник убит, другой ранен тяжело. Значит, и ей досталось. Эти парни, Григорий и Вадим, от нее ни на шаг не отходили. Серьезные ребята. — Нет, водолазы работают, но пока ничего не обнаружили, — сказал Гуров. — А кто-нибудь видел, как пострадали охранники? — Да кто что там видел? — безнадежно сказал Кривошеев. — Я же говорю, сплошной бедлам. Сумасшедший дом на воде. — Вы так часто упоминаете о бедламе, — заметил Кричко. — Скажите, на теплоходе в этот раз кто-нибудь употреблял наркотики? Кривошеев сразу будто ушел в себя. Глядя в сторону, он пробормотал. — Господи, откуда мне знать? Мое дело — общее руководство. Напитки, холодные закуски, диджей, отношения с командой. В карманы я не заглядывал. Может быть, кто-то и злоупотреблял, но это не мое дело. — А сама Лариса Бардина? Она этим делом не увлекалась? — поинтересовался Гуров. — Что она вообще собой представляет? — Этот вопрос не ко мне, — угрюмо сказал Кривошеев. — Я ее не очень хорошо знал. До этого видел только от случая к случаю. Никакого общения, конечно. Дочь шефа этим все сказано. Пусть они сами там разбираются. — Дочь бывшего шефа! — безжалостно напомнил Кричко. — Теперь-то какой смысл ее выгораживать? — А я и не выгораживаю, — сказал Кривошеев. — Просто мне нечего сказать. Обычная двадцатилетняя девчонка с поправкой на богатство папаши, конечно. Скромницей назвать никак нельзя. Отвязная, как сейчас говорят, громкогласная, нахальная. Чего вы еще хотите узнать? — Конечно, слухи ходили разные, но я, с вашего позволения, их повторять не стану. Вас ведь факты интересуют? — Факты, это верно, — кивнул Гуров. — Может быть, еще что-нибудь вспомните насчет той злосчастной прогулки? — Больше ничего, — сказал Кривошеев. — По правде сказать, у меня до сих пор в голове какой-то туман. Будь-то все во сне привиделось. Такая прогулка и сама по себе — дело не самое простое. А когда она вот так кончается, тут уж по неволе умом тронешься. Гуров посмотрел на Кричко и развел руками. — Ну что же, Викентий Демьяныч, — сказал он, — вполне понимаем ваши чувства. К сожалению, все участники вашего рейса так же скупы в своих показаниях. По разным, я думаю, причинам. Но будем надеяться, что в дальнейшем вы еще что-нибудь вспомните, что позволит нам приблизиться к истине. Те же слова Гуров повторил и в кабинете начальника главка генерала Орлова. Куда был вызван сразу, едва закончилась беседа с Кривошеевым. Полковника Кричко тоже потребовали. Генерал Орлов, грузный, седовласый, с озабоченной складкой поперек лба, держался холодно и придирчиво, из чего Гуров безошибочно заключил, что дела пока идут неважно. В принципе, их отношения с генералом выходили за рамки обычных отношений, начальник-подчиненный. Всех троих связывало нечто большее — годы совместной работы, доверия и взаимовыручки. Эти отношения были почти родственными, где роль старшего брата, требовательного, но справедливого, играл, конечно, Орлов. В свое время, не желая расставаться со своими лучшими работниками, именно генерал переманил их обоих к себе в главк, и с тех пор они никогда не расставались. Вне службы они встречались нечасто, но это ничего не значило. Работа давно стала для каждого личной жизнью.